Сейчас начинаем нашу традиционную поэтическую перекличку. Пока еще мы не начинаем наш турнир, а пока у нас перед турниром как предварительное такое... Предварительное... Панечка, куда ты пошла? Это сейчас будешь ты. Значит, сейчас у нас предоставляется слово Ани Гринберг. Аня подготовила песню, которая полностью удовлетворяет условиям нашего сегодняшнего турнира. А условия были, как вы помните, такие. Нужно было... Да и нет, не говорите, черное, белое, красное не называйте. Никаких имен собственных и никакой ненормативной лексики. Ани было очень трудно справиться с этим последним условием. У Ани всегда, во всех стихах, во всех песнях обязательно очень много ненорматива. Но в этот раз Аня поет песню без ненормативной лексики. Анечка, пожалуйста, тебе слово. Ира, ты поставила это все на Фейсбук. А некоторые люди примут это за правду и совсем не уловят твою иронию. Товарищи, я вам хочу сказать, что у меня никогда не бывает ненормативной лексики. Это Ирочка так шутит. А песня, которую я вам хочу спеть, она посвящается лету. Это старая довольно песня. Но по просьбе Ирочки я вставила там, вернее изменила немножечко в одном месте припев, для того, чтобы соответствовать сегодняшнему конкурсу. Но это все равно не конкурс, я вам вместо, вне конкурса просто спою песню. Песня называется «Жара» или «Песня ни о чем». Солнце яркое сияет, бьет лучами по глазам. Лодка близко подплывает по зеленым по волнам. Запах рыбный океанский, ветер снимет шар с меня. Белой пеной капли брыжут и качает до пьяна. Сума Тора будет мы зли, и сдают они едва. На корме слегка зависнув слов теченья теребя. В этих мыслях нету толку, просто так они снуют. Положить бы их на полку, пусть немного отдохнут. Краны строят непрерывно, возвышаясь над водой. И Манхэттена картина отражается стеной. Я плыву на пароходе, то ли взад, то ли вперед. И волновал мне под грудь, что-то шепотом поет. Попопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопопоп Ухлата открытия, солнце залит все таком, Только слушаются звуки, как по хору босиком. Это странная природа, вместо снежного вчера Исчезает непогода, начинается жара. Нынче лето будет, мысли просыпаются, криксят, И вполне оптимистично, слов течения телевизоровых, Конечно, нету толку, просто так они снуют, Положить бы их на полку, пусть немного отдохну, отдохну. Спасибо! Кто хочет хлопать, хлопает, кто хочет, может делать вот так вот, вот так, вот так. Оп! Смотрите, как хорошо получается. Видите, как здорово! А сейчас мы начинаем наш традиционный поэтический турнир. Всем было дано очень сложное задание. Задание действительно сложное. Нужно было написать новое обязательное стихотворение, Старое точно не может такое быть. И сейчас я очень прошу всех слушать очень внимательно. И если можно, записывать на бумажке, кто понравился. Потому что потом надо будет голосовать. И первой выступает Галина Рохлина. Прошу Галину Рохлину включить микрофон и прочитать конкурсное стихотворение. Меня включили? Меня слышно, да? Говорите, Галина. Ну, я сначала предварю несколькими словами, что я, в общем-то, не очень давно приехала. Но последние три года из-за полиартрита я вообще сижу дома, в помещении. У меня самоизоляция не из-за карантина, а из-за того, что я просто не могу никуда ходить. По всему случаю стишок будет чисто личный. Называется «Спасибо зуму». Третий год, как будто в келье, как монашков заперти. Утро, вечер, ночь ли, день ли. Никуда мне не пойти. Ни на пляж, ни в парк, ни в бары. Все совсем наоборот. Без меня звенят гитары, без меня проходит слет. Развлечением доступным оставалось лишь одно. Нет, не Windows. Главный клуб – настоящее окно. Там веселых пара белок вдоль по клену вверх-вниз. Вот и я не одрехлела. Я как белка, оптимист. Нынче шлетом, счастье рядом. Зум – название ему. Встречи все с доставкой на дом. Развлекаюсь на дому. Все. Так. Напоминаю, это была Галина Рухлина. А следующий читает Александр Бархавин. Бостон. Внимание, слушайте внимательно. Стихотворение начнется и почти сразу кончится. Так, это шпионаж. Я не предполагал, что меня заложат. Я решил взять, если не качеством, то количеством. Летом нынешним паскудным оптимистам очень трудно. Все. Две строчки, шесть слов. Кто короче? Я прошу прочесть еще раз. Это было очень глубокое стихотворение. У тебя плохо работал звук. Пожалуйста, еще раз это же стихотворение. Летом нынешним паскудным оптимистам очень трудно. Кто может короче? Ура! Это был Александр Бархавин. И все условия игры им были выполнены. А следующая выступает Таня Щеголева. Сейчас за окном как раз у нас дождь, что соответствует теме моего стишка. Нам далеко еще до стуж, и веселят разводы луж на тротуаре. Аккорд грозы мне так знаком, танцует лето под хмельком, а ногу даре. А вилы пишут по воде, что скоро осень, быть беде, уходит лето. Но счастье бродит налегке, в далеком дальнем далеке, но все же где-то. Пусть я не главный оптимист, и этот первый желтый лист совсем не кстати. И под глазами пусть мешки, но нынче я пишу стишки, всю ночь в кровати. Спасибо. Это была Татьяна Щеголева. А следующая входит Женя Якобсон. Пожалуйста, Женя. Я вошла. Всем привет. Осели сумерки кофейной гущей, надолго затянулось нынче лето. И ветерок, легко кусты истребущий, уносит прочь обиды и секреты. Уже сентябрь крадется кошкой, чуть застревая в мягких травах. Над облаками сыплись крошкой и терпим духом на дубравах. Пусть в мире вся нестойка и фемерна, я как оса, что бьется о стекло. Оптимистична и глупа, наверное, но мне бесспорно в жизни повезло. Это была Женя Якобсон. И вслед за Женей вступает Сергей Кодес. Пожалуйста, Сергей. Спасибо. Меня слышно? Стихотворение называется «Сложное задание». Сейчас поймете, что оно новое, сочинено специально для этого. Нынче летом нам придумали задание. Стих создать, но чтобы не было в нем слов, отрицаний, утверждений, цветов, политических событий, матюгов, даже собственных имен. Скажу заранее, оптимист я, но к такому не готов. Как в стихе не помяну о всякой дрянии? Как политику оставлю в стороне? Представляется нелепым это мне. Возмущение, мурашки по спине. Ни сонет, ни ода. Жалкое кривляния. А ведь я поэт, известный всей стране. Ограничится лирической тематикой? Розы, грезы, слезы, грозы, соловьи? Да бокалы золотистого аи? А куда девать способности мои? Долго думал, разложил все по квадратикам и решил не сочинять галимахи. Все. Это был Сергей Кодес. Это был Сергей Кодес. И следующая по очереди должна быть Вера Чигарина. Значит, я всех включаю. Если здесь есть Вера, Вера, подай голос. Так, все молчат. Это означает только одно, что Вера спит. Будильник не сработал. Вера находится в Петербурге. И тогда входит Юра Бердан. Пожалуйста, Юра. Я три раза это делаю. Он меня не слушает, компьютер. Послушайте тогда вы. Мы с вами живем лучшим из всех миров. Продумал днем тщательно все, разработчик. Но вдруг наступает момент, когда просто нет слов, а также кавычек, пробелок и точек. Я нынче развелся с супругой, поздравки. Я снова свободен, опять я на старте. Собрал чемодан, разорвал наши письма. Я ощутил, как приходит харизма, а также возврат в организм. Оптимизма. Решил на прощание забыть все плохое. Утешить, подставить мужское плечо. Хотел сказать у хозяей такое, чтоб стало у ней на душе горячо. Чтоб стало тепло и комфортно, как летом. На пляжном песке, южным солнцем нагретым. Или патентом с икрой и вином. Чтобы квартира наполнилась светом. Тем более холод и мрак за окном. Горей, ты сказал, или синий огнем. Это был Юрий Бердан, который на самом деле с женой вовсе не развелся, между прочим. Да, я прошу всех замютаться. Замютаться всех, кроме Саши Долинова, который сейчас выходит на сцену. Саша, тебя не слышно. Сделай, пожалуйста, анмьют. Я не могу, я тебе уже сигналила, но не могу. Вот, все в порядке. Говори. Я оптимист. Хоть нынешнее лето, был многого и многого лишен. Без опер, без театра, без балета. Сидел, но вовсе не был сокрушен. Писал стихи, звонил по телефону. И даже пялился в телеэкран. Суды, разборки, новости, штансоны. Смотрел, глаза таращат, как баран. Но нынче стал я правильнее и проще. Я, бывший житель выжженных пустынь. И ни снохи, ни девери, ни тещи. Лишь ты да я, да наш любимый сын. Бывает, что звонит он маме и папе, и мы с ним говорим о том о сём. На мессенджере или на ватсапе подолгую чушь прекрасную видись, Рома. Мы не были бы так духовно близки. Когда мы вместе, в куче таком, могли общаться только по-английски и не владели русским. Это был Александр Долинов. Уточняю, комментирую, чуть-чуть комментирую это его стихотворение. Его сын действительно уехал из Петербурга в 4 года. Да, Даня уехал. У него великолепный, свободный русский язык. Да, до сих пор, несмотря на американскую жену. И он действительно владеет свободным, великим русским языком. А сейчас на сцену выходит Елена Грачёва. Пожалуйста, Лёля. Лена, вас не слышно. Вот теперь слышно. Слышно теперь, да? Хорошо. Значит, стишок. Ну, я хотела просто сказать пару слов, выразить свои чувства. Как хорошо, что существует этот зум, что Ирка его организовала, и что вот так вот, даже раз в две недели, устаётся встретиться, увидеть милые лица и почитать свои, пусть несовершенные, стишки. Так, читаю. Нынче летом всё не так, как всегда. В заперти сидеть одна маята. Оптимизма исчезают следы. Сгрусть тоскою мы сегодня на ты. Извиняюсь, не вижу. Пред собою положу чистый лист И лиловыми чернилами Из рифмы строчек нарисую сонет И даже музу приглашу на обед. С неё встреча именина души, Покорение самых смелых вершин. Средство лучше... Ну, а если народятся стихи, Средство лучше не сыскать от тоски. Всё. Всё. А хорошо, всё. А есть ещё одно... А есть ещё одно стихотворение на эту же тему? Ну, лучше это потом, да? Это потом, да. Это в открытом потоке, Потому что сейчас не перегружаем, а отдаём сцену Милочке Лурье. Милочка, пожалуйста. Ностальгически оптимистическое. Вот раньше, брат, не то, что нынче-то, Мне с грустью сообщил сосед. Зарплаты больше стали вычеты, И сам я немощен и сед. И сын связался с оптимистами, Твердит, мол, батя, всё окей. Из дома он никак не выставлю. Он, понимаешь, здесь же окей. И лето никуда не годное, То дождь, то ветер, то жара. Жена змеюга подколодная Орёт, что вы не пил с утра. А мать её шипит да крестится, А вместо водки хлещет бром. И он потопал вниз по лестнице, Помойным, ряцая ведром. Это была Людмила Лурье. И вот сейчас вы все-всех помните, И вы сейчас увидите на своих экранах, Да, это всё. И сейчас вы увидите на своих экранах, Все увидели на своих экранах, И вы можете голосовать. Вы можете выбрать троих самых понравившихся. Голосуйте, пожалуйста, господа. Делайте ваши ставки. Не забудьте, что вы, может быть, Десятого сразу не видите, Надо немножко подвинуть. Только одного, а второй пропадает. Я не могу протюкать троих. Это не работает. Выбирается только один. Ну, значит, увы, будем выбирать одного. Это так неправильно сделано, Сделан был. Не проверили мы. Увы. Что, только одного отмечать? Придётся одного, потому что... А может быть, три раза пошлёте пол, И тогда мы выберем каждый раз троих. А, будет невозможно. Такое? Ну, хорошо. Давайте тогда сделаем так. Сейчас выбираем первое место. Все голосуем только за кого-то одного. Выбираем первое место. Давайте, голосуем за кого-то одного. Выбираем первое место. Это очень легко. Согласно. Согласно. Тут кружочек становится цепленным, да? Человека уже проголосовало. Давайте быстренько. 64% проголосовало. 67%, 70%, 72%. Ты-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Это вы помните, да? Выбираете первое место. Давайте. Делайте ваши ставки, господа. Вы будете потом считать. Да. А считать не надо. Выбирайте. Выбирайте кого-то одного первое место. 72% проголосовало. Кто ещё не проголосовал? Быстренько. У вас осталось 6 секунд. Давайте. Всё, господа. Всё. Две секунды осталось. Выбирайте, кто вам больше нравится первое место. 88% проголосовало. Остальные не могут определиться с первым местом. Закрываем. И показываем всем результаты. Все смотрим результаты. Опа! Первое место заняла Женя и Капсон. Всё остальное не имеет значения. Так. И теперь... Мы помним, да, что первое место уже не Капсон. А теперь голосуем за второе место. Пожалуйста, поехали. Так, делайте ваши ставки. Уже 62% проголосовало. Делайте ваши ставки, господа. Все очень внимательные были. Ни одного голоса за верующий Гаринок. Даже подозрительно. Так. 70% проголосовало. Кто ещё не успел, господа? Делайте ваши ставки. Так. Всё. Всё, 72%. Наверное, все проголосовали. Опа! Второе место занял... Вы все видите, да? Все видят, что второе место занял Сергей Кодес. Вы его видите на экранах? Нет. Одинаково у него. Два человека. Два человека? Где? Правильно. Второе место поделили между собой. Мила Лурье и Сергей Кодес. Пожалуйста, Анечка, ты записывай. И сейчас... Голосуем за третье место. Опа! А зачем? Если есть уже три победителя. А, вдруг ещё кто-то победит. Давайте. Конечно, победим. Голосуем за третье место. Давайте. Так, 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 так. По-моему, все уже проголосовали. 72%. Оп! Так. Насколько мне видно, третье место занял Юра Бердан. Тоже 29%. Тоже 29 и раз. А у Жени, которая первое место, было 28. Это не принципиально. Мы же голосовали по одному человеку. Итак, у нас первое место Женя Кобсон. Второе место Мила Лурье и Сергей Кодес. И третье место Юра Бердан. Правильно я говорю? Правильно. Правильно. И все это видят у себя перед собой. Правильно? Да. Вот. Правильно? Правильно, но правильно. Правильно. Вот. А раз так, то у нас сейчас, по правилам нашей игры, у нас сейчас выступают победители. Выступают победители, то есть первое читает Женя Кобсон, потом... Анечка, кто читает потом? Расскажи. Потом Сергей, он по номеру просто идет ближе. Да, потом Сергей, потом Мила и потом Юра. Анечка, давай, отключай всех. Отключила, отключила. Читает первое место Женя Кобсон. Женя? Два стихотворения на любую тему, пожалуйста. Два. Женя, давай, ты можешь говорить. Да, даю, даю, даю. Есть ты и я, у каждого свой мир, дорог, переплетение между нами, шуршание шин и радиоэфир, птиц щебет диалог песка с волнами, стекает время капелькой росы. Перебираю... 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 Тип-так... Перебираю... Тип-так, бездушно тикуют часы. Тип-так, все беспрощадный и вольный. По-прежнему вращается земля, в архив попали наши дни былые. И начинать требуется все с нуля. Когда ж настанут эти нулили? Все, спасибо. Смешно смеется, грустно плачет, и та девчонка тоже ты, и помнит девочку с косой дворы, мосты и коммуналка, жить в старом теле день-деньской ей маме, маятна, ее мне жалко. Спасибо. Спасибо, Жень. Это читала Женя Капсон, и я передаю микрофон Сергею Кудус. Микрофон опять уходит в Нью-Джерси. Микрофон получен. Дорогие друзья, стихотворение называется «Колыбельная волшебника». Ты хочешь муху превратить в слона? Вопросов нет. Былинку, муху, моську. Неси их всех, хоть полную овоську. И вечность совершенно не нужна. Из дрозофил я сделаю слонов, из мосек, если нужно, волкодава. Слоны налево, мухи все направо. Кто мамонта заказывает? Готов? Я приложу немного волшебства, из квазибода сделаю париса, щелкунчика, из самой мерзкой крысы, творение мира облеку в слова. Из нелюбви я сделаю любовь, из неприязни, ненависти даже. Да, я волшебник, и с немалым стажем. Одно прошу, постой, не прикослуй, не вспоминай незначащих обид, пойми, что мир порой слишком сложен. Но для меня в нем нет тебя дороже. Прижмись ко мне, усни. Порядок. Спит. Спасибо. А это стихотворение называется «Монолог Зевса». Я ненавижу слово «месть». Я ненавижу месть понятия. Прибить к скале, какая жесть! Послать орла! Твердил я братья. Но что вам этот Прометей? Украл огонь, от нас не убыло. Да, добрячок, любил людей. Пусть варят пищу мелкозубая. Пусть печки сложат и зимой в своих жилищах согреваются. Он не предатель, он же свой. Я надеюсь, что раскается. Они в ответ спускать нельзя. Огонь сегодня, завтра молнии. Весьма опасная стезя. Ведь мысли людей заполнены сплошными склоками, враждой. Ты представляешь, что получится? И он с наивной добротой им дал огонь. Пускай и помучатся. И я не стал противоречить. Орел выклёвывает печень. Спасибо. Это был Сергей Кодос. И микрофон передаётся Юрию Бердану. Правильно? А, Миле Лурье сначала ещё, да? Верно? Миле Лурье, Мила, включайся, пожалуйста. Вот такое, как говорится, припогодное. Дождь. Дождь. Зашёлся в ритме бешеной чечётки. В изнемождении захлебнулись щётки. И стёкла затуманились от слёз. Струился по затылкам и по лбам. Срывал зачем-то лепестки с магнолий. Бомж кепкой тряс на водку, на веноле. Он воду лил в ответ его мольбам. Зонт поломал, вменив ему в вину. Пусть дальнее родство с велосипедом. И счёт, ведя бесчисленным победам. Татчас добавил к ним ещё одну. Проблемы все решая без суда. С асфальта смыв, написанная мелом. Лиц перестал. Наверное, надоело. А может, просто кончилась вода. Ещё одно коротенькое на тему. Лето, небо стало чистым. И дворцом предстался рай. Потому что оптимистам прямиком дорога в рай. Все слова. Это была Милочка Лурье. И вот теперь мы передаем микрофон Юрию Бердану. Пожалуйста, Юр. А я на семейно-поэтическую тему. Вот так женивы, ведь я. Когда бы знали, из какого сумра я вытащил свой самый лучший стих. Он был про счастье, про ночное море, про жизнь и смысл, который я постиг. Лежал себе культурно в уголочке. На нём стакан и огурца, кусок. Жена взяла, прочла четыре строчки и выбросила в мусорный мешок. Я выпотрошил мусорные баки, которые стоят в конце двора. В них вонь, бычки, объедки, тряпки, банки. От концептивов так гора. Отмыл, почитил, разобрал листочки. Разобрал листочки. Чтобы пережить ужасный шок, взял колбасу, нарезал на кусочки, налил сто грамм, поджарил пирожок, употребил, заел, немножко ожил. Зачем такие стрессы мне нужны? Писать стихи, конечно, я продолжу. Не буду в преде прятать. Так, и на болевшие. Говорят нам СМИ и ВОЗ, нам читали лекции, что важнейшая использовав дезинфекции. Кипятим мы воду, чтобы умертвить не все микробы. Это верный метод старый. Чтим мы с детства, как закон. Потому что всяких тварей, каждой капли, миллион, жарим, варим, кипятим и борясь с воровами. Кофе пьем и борщ едим с дохлыми микробыми. Все. Спасибо. Дохлые микробы были хороши. Вот. Это был Юра Бердан. Вот. Сейчас мы переходим, плавно, неприметно переходим к открытому микрофону. И на открытый микрофон начинает и открывает наш постоянный представитель техподдержки Игорь Шкляр. У Игоря Шкляра вчера был день рождения. Вот. У него был юбилей. В связи с этим он имеет право читать все, что угодно, хотя он, тем не менее, написал стихотворение со всеми условиями. Так он опоздал. Он не успел. Вот это я. Значит, стихотворение такое. У меня было мало времени, потому что я вообще только сегодня узнал про условия. Как-то не странно. Был занят другим. Значит, стихотворение, вот оно соответствует всем условиям конкурса. Правда, две страфы я опустил. Они могут... Ане не понравится. Вот. Вот то, что осталось. Нынче лето просто сказка. К нам курорт домой пришел. Ветер волны кружит в пляске, солнце, чайки хорошо. Злые тролли воют где-то, ограждают нас стеной. Толстый хряк над ними брызжет ядовитую слюной. Не боимся мы ни хряка, ни пляшивого хорька. Правда, их побьем без драки и запрем наверняка. Ах, как здорово на пляже. Ну-ка, дайте чистый лист. На него поэма ляжет. Вот такой я оптимист. Я так понимаю, эти строчки опущены, они тоже не должны были звучать согласно условиям конкурса. Ну, по крайней мере, весь ненорматив был тщательно отфильтрован. Вот. За что дорогому юбиляру большое спасибо. Вот. А теперь мы, наверное, тогда переходим плавно и свободно переходим к открытому микрофону. Вот. И заявился, я помню, на открытый микрофон Саша Долинов. Саша, пожалуйста, откройся. Саша. Да, я... Меня слышно, да? Угу. Вот Ира рассказала, что потоку Игоря вот исполнена такая дата, что когда я, оказывается, специально ничего не написал, но когда я написал на такое же событие Ане. Вот Аня, помню, что я написал. И я, действительно говоря, просто прочту это тебе, но это Игорю, поскольку он уже примкнул. Медикэр так называется. Ну, наконец, пришла, Анюта, та долгожданная минута, ты получила медикэр. Теперь, пожалуйста, Дон Керр, тебе почет и уважение. Сейчас в твое распоряжение поступит много докторов. Закон в Америке фурок и должен исполняться строго. И ты теперь по воле Бога и Конституции ЮЭС, помолодеешь, скинешь вес, получишь множество таблеток, не будешь тратить нервных клеток, тебе принят штук 100 вакцин, ведь лучшие из медицин для всех, для бедных и богатых у нас, в Соединенных Штатах. Здесь наилучшие врачи. Пришел, разденься и молчи. И тут они примчатся скопом, спинцетром, лупой, микроэксэтоскопом, и опыт свой употребя возьмутся пользоваться тебя. А уж когда держись, Анюта, все будет здорово и круто, все боли, хвори, ерунда, ты их забудешь навсегда, ты будешь бегать, как спортсменка, ты нам станцуешь лет к уенку, болеть не будут лет до ста все уязвимые места. В конце ребята будут краток, тут есть один лишь недостаток, всем этот рай хорош бы был, тогда бы не дедактый был. Если вдруг у нас затесался кто-то не из Америки, то приходится просто сказать, что в 65 лет люди получают, все люди получают бесплатную медицинскую страховку для пожилых людей. Она называется медикер. Ну, не совсем бесплатную, но... вот все видят, что Ирка еще его не получает, поэтому не знает. Ну, не мешай мне надеяться. Вот, а еще, насколько я помню, хотела в открытом микрофоне, хотела... Юрий, Юрий, можно мне? Можно? Подождите, подождите, у нас сейчас записана Юра, Юра Белопольский. Давайте мы Юру пропустим, а потом Лену Грачеву. Лену Грачеву. У нас Юра Белопольский, Рита Александрович, сначала все записанные, да? Вот, вон там Ребека ждет очереди. Да, Юра Белопольский, приготовиться Рите Александрович, пожалуйста. Меня слышно? Слышно? Слышно. Спасибо. В преддверии наступающей осени я прочту осеннее стихотворение. Косила осень косою ржавой Короткий день Мы провожали под Акуджаву Любовь на пенсию И было... И больше нам не хотелось Судить о том Как не любили Как правы были И что потом Дожди чертили Диагонали Заел замок И Акуджава Звучал рождая В груди комок Дрожали свечи Дрожало небо Твое лицо Тесней сжималось Наплывало Теней кольцо Косила осень Косою ржавой Короткий день Дожди чертили Диагонали Сквозь клён осень Дожди ручьями Опоясали Земную хляп И ветер нёсся По чёрным лужам Рисуя ряд Вот и второе Коротенькое Забытый птицей В тенетах Хрипит В падучей Сучий страх И не забыть Нам тесноты От пустоты Телам друг друга Не обнять И посох сломан И опять Грехи Не повернуться Вспять И не забыться Сном нам И в суеты Вдруг не заметишь Суеты Спасибо Ирочка Можно я скажу Тогда список Кто-то о кем Говорит У меня тут записано Давай скажи Так Сейчас после Юры Будет Александр Бархавин Потом будет Рита Александрович Потом Лена Грачёва А потом Ревеха Левитан Правильно? Никого? Меня забыла Ой, Ирка А ты должна была читать Сразу После Игоря Ну, видишь Запутались Тогда мы закроем Тобою Нет, мною не закроем Потому что там Ещё есть люди Которые, наверное, захотят Там вот Юра Хлыстов Пришёл Там Лёня Липкин Может захочет Почитать Правильно? Так, ну Тогда ты должна была Вообще ещё сразу После Игоря Ну, давай Ты сейчас А потом дальше Давай тогда я сейчас Давай тогда я сейчас Вот Мне будет как раз Удобнее и легче После Юры Потому что Юра читал Такие более или менее Лирические стихи А Игорь мне заказал Стихотворение Которое Я вообще Очень редко читаю В силу длинной строки И некоторой его Повышенной серьёзности Вот Катятся дни за днями Снова Желтеют листья В жизни Несуетливой Слава Второстепенно Что остаётся С нами Пара банальных Истин Требуй Долива Пива После отстоя Пены Требуй Своё Дружище Требуй Имеешь Право Впрочем Тебя не слышат Пусто Над нами Бездна Ты ничего Не ищешь Даже Посмертной славы То Что даётся Свыше Требовать Бесполезно Есть ли Над нами Кто-то Всё-таки Жаль Что нету Рвётесь На авансцену Воете На цепивы Деньги Семья Работа Изредка Лучик Света Ждите Отстоя Пены После Долива Пива Вот А ещё одно стишко Ну чтобы не заканчивать на такой очень серьёзной ноте Ещё одно стишко тоже очень серьёзное Посвящается Вот оно всем нам по-хорошему Это надо было бы этим закрывать Ну уж ладно Это стишко Интересно тем Что Верстальщица вот этой книжки Которая верстала эту книжку Она этот стишок вырезала И повесила себе над столом Она там верстает Сборники А звучит так Поэмы Верлибры Сонеты Изящно Умело Подробно Похоже Спасения нету Писаний Достанет По гроб нам Все пишут Юнцы Или дяди Тихони И старые стервы И каждый второй В этом стаде Считает Что он таки первый Вот И на этом Я закрываю свой микрофон И Анечка Объявляет дальше Людей С открытого микрофона Александр Бархавин Пожалуйста И приготовится Ритя Александрович Значит Сначала Полная версия Вот этого конкурсного Писалось еще Алло Меня слышно? Слышно Да Но я решил ограничиться для конкурса двумя строчками А целиком оно звучит так Летом нынешним паскудным Оптимистам очень трудно А без лексики Обсценной Жить скучнее Несомненно Черт и что идет на ум И спасает только зум Но к концу второй недели Все тихонько Озумели Ну и прошлый конкурс был О детских стихотворениях Ну юношеских Давних Я тогда просто забыл Что у меня там парочка есть Одно это пятый класс Было домашнее задание Написать Короткое сочинение Из названных предложений Я за него получил пять Ночь, луна, снег Туч незримый бег Легкий ветерок Тоненький ледок Волчий вой унылый Редко сучьи в треск Призрачный, но милый Лунный ночью лес И последнее такое же Короткое Это уже студенческие Годы Сырая мгла перед глазами Чужие тени в хмурой мгле Он умирал Последний мамонт Последний мамонт На земле В чужих веках Судьбой забытый Бродил по суше Много лет Босое племя троглодитов Его сожрало На обед Все, приятного аппетита Спасибо большое Сейчас Рита Александрович И приготовит Лени Грачевой Рита, пожалуйста Рита, вы себя должны Анмьютать Я вам показывала Но не могу Рита Да А, все в порядке Говорите Слышно, да? Становишься с годами ниже В земле поближе И чувствуешь, как старость Лежит в твоих ступне А вот эмоции Все те же Хотя и реже И краткий сон Взабьбельным Снежим Длинным А жизнь проходит Между прочим И круг поручим И мы давно Сошлись с обочин Мелка река И смотрит Бог Как строгий отчим Союз непрочим И с каждым С долгом Жизнь короче Длиннее строка Ну это вроде Серьезнее Еще одно? Время есть? Меня слышно? Слышно Прочитайте еще одно А теперь веселее Немножко О маразме Как приятно Качаться Бездумно Плавно На маразмах Просторах Ночью с мужем Общаться Откинно На равных Но не помнит С которым Выходить по утрам Забывая Одеться С безмятежной Улыбкой Но события Мягчайшие Раннего детства Помнит Память Узыбкой И встречая На кухне Кота Фильмона Улыбаться Спокойно И протягивать Мясо Ему церемонно Позабыв Что покойный Как приятно Качаться Без мыслей Боли Без проблем Без отметин И качаясь Кончаться Чтоб не было Боли И нигде Не забыть Спасибо 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 Елена Пожалуйста Грачева Умютайте У тебя Я не смогла Это сделать Лена У вас пока Не получилось Еще раз Вы только что Еще раз Нажмите Еще раз Вот все Хорошо Давайте Говорите Лена Лена Говорите Лена Говорите Вы можете Говорить Пока Лена Готовится Я прошу Приготовиться И подумать О том Что будут Делать Дальше Леню Липкин Да Мишу Рабинович Которые Здесь Да Они После Ребекки Левитанта Они будут Да Вон там Ребекка Еще машет Рукой Да Пожалуйста Леля Леля Пожалуйста У Лели Что-то Намерзло Давайте Пропустим Кого-то Другого Вперед А потом К Леле Вернемся Давайте Да Давайте Тогда Ребекку Давайте Ребекку Пропустим А потом К Леле Вернемся Всем привет Здравствуйте Можно спеть Вообще Потому что Я Для конкурса Этого С использованием Всех этих условий Соблюдением Придумала Песенку Можно Можно Ее Спеть А капелла Я понимаю Без сопровождения Ну вы Мне Простите Я Конечно Не певец Ничего Ну просто Так Получилось И так Далее Лет Ну вот Ничего 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 Вот и все Хорошо У Лёли уже получается включиться Или так это и безнадежно? Лёля Грачева Есть какой-то шанс включить микрофон? Или это уже навсегда смертельно? Лёля? Так, похоже Лёле удалось посчитать Вначале, это большая удача Лёня Липкин готов? Миша Рабинович готов? Кто готов? Так, что-то никто не готов Никто не готов Миша, ты готов? Рабинович Я сегодня не читаю, спасибо Я сегодня только слушаю А, ну хорошо Ну Ира, ну мы вообще подошли уже К концу поводу У нас есть еще У нас пять минут, жалко Они пропадают Лёня, Лёня, нет, Лёня не готов Ладно, раз так А вот Мила хочет сказать Мила, дайте Миле сказать Давай, дайте Миле сказать Давай, Милочка Уже с утра я с миром в ссоре Я своего боюсь лица В туманном плавают рассоли Два беспризорных огурца Я лишь постановлю глухо Так зубы от тоски свело Нахально заползает муха В стакан прокисшего мерло Не есть, не пить Ни слова молвить Ни сил пошевелить плечом И в голове раскат и молнии Из-за грудины горячо А облака плывут беспечно Им что жара, что не жара Похмелье было бы не вечно Но пиво выпили вчера А водка выпита до капельки вчера Саша Черный Ребята, вот мы заканчиваем Мы как порядочное Ровно 8.00 заканчиваем У меня еще есть 3 минуты Для того, чтобы сделать объявление Объявление следующее Через 2 недели В четверг 10 сентября Открывается наш Виртуальный слет Синего троллейбуса Открываем его мы Сцена Пегас Поэтическая сцена